Добрый день, уважаемые слушатели! Мне очень приятно здесь выступить с лекцией, поскольку вот эта вот сама инициатива создания общества знания или что-то типа общества знания, она, конечно, в значительной мере у нас формулирована. Ну вот, у нас в институте, и я тоже непосредственно, так сказать, принимал в этом участие, и поэтому я, естественно, как честный человек не мог отказать руководителям этого нашего общества прочитать лекцию. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что то, о чем я буду говорить, в общем, нижегородской аудитории достаточно хорошо известно. Мы действительно довольно сильно пиарим это направление, считая себя здесь заведомо лидерами российскими и одной из самых таких сильных команд в мире. Поэтому, может быть, вы то, о чем я буду говорить, частично или целиком слушали в различном исполнении, может быть, моем, может быть, Жерара Муру, может быть, Ефима Хазанова, может быть, Александр Григорьевича Литвака. Но мне бы хотелось сегодня сосредоточиться даже больше не на том, что вот петоватные рубежи, которые мы покорили, а поговорить о будущем, то, что здесь называется экзоватные горизонты. Ну, известна такая формулировка, что у науки нет пределов развития, есть только горизонты, которые видны с достигнутых рубежей. Когда вы начинаете продвигать дальше рубежи, горизонты продвигаются, это процесс бесконечного познания. То есть вот отсюда следует, что мы сейчас где-то на петоватных рубежах, мы мечтаем об экзоватах. Ну, вот такой план лекции. Я вам расскажу о том, что сейчас достигнуто в этой области физики. Чуть-чуть расскажу об истории, потому что здесь важно, что отечественные ученые принимали существенное участие в развитии этого направления. Ну и дальше будет вот это вот будущее. Это новые процессы взаимодействия с веществом, с совершенно удивительными возможностями, возможностями смычки физики сильных полей, с физикой высоких энергий, постановки вопроса о том, что такое вакуум. Ну и как мы вот здесь, в Нижнем Новгороде, пытаемся в этом направлении продвигать проект Excel. Это проект создания экзоватного лазерного комплекса. Сначала о том, для того, чтобы быть понятным всем абсолютно, может быть, здесь даже есть и не только люди, которые профессионально занимаются или готовятся заниматься наукой, поэтому вот этот слайд поможет понять, о чем идет речь. Это шкалы времени и мощности, которые человечеством освоены в сравнении, в общем, с привычными и более-менее понимаемыми масштабными времени и мощности. Но действительно, как понять, с какими короткими импульсами физики сейчас работают? Если взять интервал времени 1 минута, мы все более-менее понимаем, что такое 1 минута, мы знаем, что в течение 1 минуты можно сделать. И сравнить, насколько это 1 минута меньше возраста существования Вселенной. То есть представить, что такое возраста существования Вселенной мы не можем, но мы знаем, что это самое большое, что у нас есть. Поэтому берем 1 минуту, знаем, что такое 1 минута, делим на возраст существования Вселенной. получаем что-то фантастически маленькое. Если взять 10-финтосекундный лазерный импульс, с которым мы работаем, и отнести его к одной минуте, к этому обычному промежутку времени, то мы с вами получим именно такое же соотношение. То есть насколько эта минута мала в сравнении со временем существования Вселенной, настолько маленькие по сравнению с одной минутой импульсы физики умеют получать и в лаборатории, и работать с ними. Но обратно, поскольку мы понимаем, что время стоит в знаменателе, если мы будем определять мощность как энергия, деленная на время, то ясно, что здесь что-то должно быть очень мощное. Но вот это очень мощное и называется 5-ваттными импульсами, это 10-15-й ватт. Ну и, наверное, можно представить себе или почувствовать, что 10-15-й ватт – это действительно мощнее, чем электрическая лампочка, чем мотор автомобиля. Но если вас спросят, а какова мощность всех рукотворных источников энергии, которые сейчас работают на планете? Вот мы берем все электрические станции, тепловые станции и все такое. Оказывается, эта мощность составляет, ну, скажем, на уровне 10-ти тераватт, 10-13-й ватт. Значит, вот в одном лазерном импульсе, который мы получаем в наших экспериментах, мощность развиваемая в 100 раз больше, чем мощность всех источников энергии, работающих в настоящее время на Земле. Конечно, эта мощность концентрирована в очень короткий временной интервал, но, с другой стороны, если вы умеете производить измерения в этот короткий временной интервал и изучать, так сказать, устройство природы, у вас действительно имеется фантастически мощный источник излучения. Но вот с учетом того, что в Уфане все-таки сделан лазер 0,56 петоватта, мы говорим, что пиковая мощность нашего лазерного комплекса, который, ну, фактически, вот через дорогу от вас существует, в 50 раз больше мощности всех источников энергии на планете. Да, это действительно много, но, пожалуй, нам сегодня более важным будет еще один параметр. Это параметр интенсивности, потому что лазерное излучение, благодаря своей когерентности, может быть еще очень хорошо сфокусировано в пространстве. Поэтому вот интенсивность – это вот именно та величина, на которую сейчас смотрят, за которой гоняются и где ставят рекорды. Поскольку интенсивность – это энергия, деленная на время и на пятно, в котором мы сфокусировали наше излучение, мы возьмем 10 джоулей. 10 джоулей – совсем смешная энергия. Вот я фактически взял стол, его немножко приподнял, вот я совершил работу 10 джоулей. Это фактически ничто. И, ну, более, так сказать, пикантные, скажем, французы любят ссылаться на то, что вот у вас стоит чашечка кофе, где там десятки кило джоулей энергии сият. Вот. А мы берем все у нас в 10 джоулей. Совсем чепуха. Чайная ложка кипятка. Но если эти 10 джоулей разделить на 10 фемтосекунд, и еще поделить их, скажем, на пятно с диаметром 3 микрона, то тогда вы получаете уже что-то очень такое существенное. Получается 10 в 22 ватт на сантиметр квадратный. Вот это уровень интенсивности, который достигнут в современном лазерном эксперименте. И мы видим, что он связан с короткими импульсами и с такими вот пятоватыми пиковыми мощностями. Ну и поэтому прошлое, я делю левое, это меньше 10 в 22 ватт на сантиметр квадратный, и будущее по этой шкале, то, к чему мы стремимся, и те физические явления, которые мы будем изучать, это больше 10 в 22 ватт на сантиметр квадратный. Вот эта картинка, она важна, поскольку она позволяет не просто вот в этих цифрах ваттах, а и в эффектах физических увидеть, что это такое. Ну, мы знаем, что интенсивность, интенсивность, это величина профессиональная просто квадрату поля, поэтому, когда мы говорим о том, что у нас большая интенсивность, значит, у нас есть большие поля. Когда мы говорим, что у нас есть экстремальные световые поля, у нас есть очень-очень большие интенсивности. Вот 10 в 22 ватт на сантиметр квадратный, это экстремальные световые поля. Поля меряются, естественно, в своих величинах, и в физике принято, поскольку будем говорить о явлениях ультрареликсивистских, в которых частицы, двигаясь в этих полях, приобретают энергии равной скорости света, и скорости равной скорости света энергии, много больше энергии покоя, то хорошо бы все мерить в реликсивистских значениях. Скорость мерить в реликсивистских значениях бессмысленно, потому что все будет двигаться со скоростью С. В этом смысле мир, с которым мы работаем, он очень забавный. Частицы, которые там есть, они, в общем-то, непривычные нам, электроны или протоны, это частицы, которые практически всегда двигаются с одной и той же скоростью. А то, что у них разное, это энергия. Энергия, либо импульс. Вот это может быть увеличено до бесконечности. А скорость, это скорость света. И вот на эту скорость света, или на этот импульс, или на энергию покоя, и принято все нормировать. Вот характерные поля принято в этой науке нормировать на вот такое вот, посмотрите, значение, я здесь его вывел. А это вектор потенциал электромагнитного поля, Е это заряд электрона, и в знаменателе масса покоя электрона на скорость квадрата. Фактически, это и есть энергия, которую электрон приобретает в поле, разделенная на энергию покоя. Вот по этой шкале безразмерных А существует целая иерархия явлений, те, которые мы уже, так сказать, можем исследовать, можем где-то пощупать, те, которые мы стремимся получить. Во-первых, интересно понять, что такое внутриатомное поле. Вот мы устроены благодаря тому, что есть поле, удерживающее электроны в атомах, правильно? Поле между ядром и электронами, оно образует атомы, атомы формируют молекулы, молекулы формируют нас. Какое характерное поле можно выбрать? Ясно, что надо взять простейший атом, это атом водорода, взять первое, Боровскую орбиту, то есть это самое нижнее состояние электрона. Там есть поле, которое удерживает электрон в атоме водорода. Это Боровское поле, и это, если пересчитать его в интенсивность, поскольку я сказал, что интенсивное в атоме квадрата поле, ему соответствует величина 3 на 10,16 в 1 см2. Это значит, что имея 10,22 в 1 см2, мы с вами имеем в лазерном импульсе поля, которые порядка на 3 больше, чем те поля, которые удерживают электрон в атоме водорода. Что это значит? Это значит, что при появлении таких полей и наложении их на материю, материя мгновенно инизуется, превращается в некое новое состояние, мы его можем назвать плазмой, ультрелятивистской плазмой. Но, по крайней мере, это некое экстремальное состояние вещества, которое, конечно, в привычных условиях нет. Оно может быть по другим причинам, не по причинам больших полей, а по причинам таким астрофизическим, сформированным где-то там, скажем, в звездах. Но это действительно вот те возможности, которые есть на сегодняшний день. То есть вы можете в лаборатории создавать такие вот экстремальные состояния вещества. И как вещество себя ведет, никто не знает. И вот это вот как раз очень интересно. Я вообще, у меня есть, поскольку у нас лекция такая свободная, то я, так сказать, обычно, когда читаю такие свободные лекции, я рассказываю такую историю. Вот есть знаменитый фильм Марка Захарова «Увыкновенное чудо». Ну, все вроде его смотрели, его каждый год показывают, обычно, под Новый год. «Увыкновенное чудо», да. Это как волшебник Янковский. Он из «Медвежонка» сделал молодого человека, который потом сделал так, чтобы он влюбился в принцессу. И вот это фактически есть для физика-экспериментатора некая задумка. Вот он чувствует себя вот таким вот магом, что он сейчас вот чего-то сделает, чего-то, так сказать, придумает, напишет некий сценарий. И дальше, в результате развития этого сценария, вот это вот дело и произойдет. Вот совершенно точно современная наука устроена, и, может быть, и вся такая настоящая экспериментальная наука, она устроена совсем по-другому. Люди планируют какие-то чудеса, а в результате эксперимента ничего не получается. Но получается что-то другое. И вот в этом том, что получилось, гораздо больше интереса и потом оказывается смысла, чем в том, что планировалось. Вот этот вот, если вы вспомните этот фильм, что там молодой человек все-таки поцеловал принцессу, но то, что задумывалось, не случилось. И то, что это не случилось, как раз это и, так сказать, интересно и замечательно. То есть, фактически, то, о чем мы будем говорить, ну, это есть некие, так сказать, эффекты, которые планируются, что они будут получаться. Но, по-видимому, гораздо больше всего интересного будет неожиданного. И вот в этом вот смысле эти экстремальные состояния вещества, что они дадут человечеству, это действительно такая загадка. Но, тем не менее, если посмотреть на эту шкалу, можно в неких научных терминах сказать, чего мы ждем. Ну, вот, да, мы говорим, что движения релятивистские, ультралятивистские, энергии, немного больше энергии покоя. Но вот здесь мы натыкаемся на первую забавную вещь, которая называется радиационным трением. Ну, я думаю, что в аудитории большинство все-таки молодежи с физическим образованием. И они знают, что каждая частица, которая движется с ускорением, она излучает. Но этот эффект, в общем-то, обычно не очень большой. И вот это вот радиационное трение, оно как поправка там, так сказать, учитывается где-то. Так вот, если говорить о движении с очень сильным ускорением в очень больших полях, то оказывается, что радиационное трение становится таким сильным, что энергия, которую частица теряет, излучая, становится сравнимой с энергией, которую она набирает, двигаясь в поле. То есть электрон, движение которого мы хорошо знаем в полях, там в любой, так сказать, поляризации, там с любыми частотами, он превратится при интенсивности 10-23 в частицу, которая совершенно не похожа на обычный электрон. Это будет частица, которая сильно диссипативная. Она двигаясь, все время будет в хвост себе излучать. То есть это такой конвертер энергии из оптического излучения, из лазерного излучения, который двигает эту частицу, в гамма-диапазон. Эти эффекты пока не наблюдались, но они вот-вот будут видны, потому что, вы знаете, уже с времен создания лазеров давно говорится о том, что вот как-то интересно там гамма-лазер сделать, гамма-лазер сделать очень тяжело, а вот направленный источник гамма-излучения здесь можно будет сделать. Дальше появляются такие слова, немножко, так сказать, грозные, там квантовая электродинамика. Дело в том, что вот начиная с интенсивности 10-25-10-26 ватт на сантиметр квадратный, действительно в игру вступают обязательно не классические эффекты. Мы считаем, что релитивизм, конечно, классический эффект. Эффекты квантовые, это эффекты, связанные с тем, что частица, вот двигаясь таким вот образом, сильно излучая, эта частица начинает излучать не непрерывно, как мы привыкли в классической электродинамике, а начинает испускать из себя кванты излучения. Но, по-видимому, еще более важно, начиная с этих значений интенсивности, выглядит то, что здесь начинают проявляться эффекты, в общем, ну, совсем, вот, так сказать, здравому смыслу непонятные. Это эффекты создания вещества и антивещества из вакуума. С точки зрения закона сохранения энергии, здесь никаких чудес. У вас есть какая-то энергия в фотонах лазерного излучения, и, ну, мало ли во что она может превратиться. Но, вообще-то говоря, мы как-то, так сказать, привыкли, ну, или на уровне, конечно, интуиции, и на уровне нашего образования, что если у вас есть вакуум, и у вас есть электромагнитная волна в вакууме, то она распространяется себе как в вакууме. Она не должна этот вакуум чувствовать. Все теории эфира давно забыты, они, так сказать, не существуют. А при таких интенсивностях, оказывается, нет. Мы возвращаемся к тому, что распространение идет не в пустоте. И сейчас вот эти, так сказать, появления таких интенсивностей, оно вызывает опять философские споры. Споры между тем, что такое пустота и что такое вакуум. Значит, есть два, скажем, в английском языке, есть два перевода этого слова. Есть перевод emptiness. Наверное, это пустота. И есть перевод nothingness. Это значит ничего. Значит, философы, глядя вот на наши потуги, получить вещество и антивещество из вакуума, теперь задаются вопросом, а что же такое вакуум? Это вот emptiness или nothingness? Вот, конечно, мы это понимаем в своих моделях. И мы говорим, что да, там вакуум на самом деле не пустой. На уровне с очень большой отрицательной энергией сидит дираковские частицы, электроны-позитроны, которые непрерывно там, так сказать, взаимодействуют, превращают, что-то излучают. Их не видно, потому что они, так сказать, глубоко под этим порогом. Но как только появляется сильное поле, сильное поле, точно так же, как не очень сильное поле ионизует атом и достает электрон, отрывает электрон от протона и являет нам положительную отрицательную частицу, точно так же очень сильное поле будет из вакуума, из глубины, вырывать электрон-позитронную пару и показывать нам электрон-позитрон, две частицы. Это можно понимать таким образом. И фактически вот здесь вот уже действительно вроде как физик, ты смотришь, и, ну, наверное, так и должно быть. А когда начинаешь смотреть, как обычный человек, ну, черт его знает, как это так, это что? Это означает, что действительно вакуум, пустота, которая понимаемая, как сказать, абсолютная пустота, она действительно может быть какими-то воротами куда-то во что-то такое, так сказать, материальное. Очень интересны в этом вопросе дискуссии представителей физики высоких энергий. Мы как-то сейчас смыкаемся вот в этой вот области. И не так давно я слышал рассуждение выдающегося физика, это профессор Субзуки, он в Японии руководитель очень крупного центра и, так сказать, очень известный в мире человек, который фактически прочитал доклад о том, что такое вакуум для него, как представители физики высоких энергий. Он сказал, вы знаете, вот мы вроде как признаем то, что в соответствии с существующими теориями мир имеет много измерений, там 7 измерений, 11 измерений, но в реальном физическом эксперименте и реально у нас 3 измерения, и ничто вроде как не показывает, что у нас вот здесь вот измерение 3. И для меня то, что в теории, которая подтверждается другими как бы фактами, существует большее число измерений, для меня это означает то, что вот вакуум, как мы его сейчас называем, это и есть ключ вот к этим дополнительным измерениям, которые мы обязательно подберем. То есть для меня вакуум – это все. Вот то, что не познанное сейчас, это вакуум. То есть это действительно, по-видимому, кладезь, так сказать, будущего и знаний. Я не хочу сейчас даваться спекуляции, а то мне сейчас существует во множестве, что ключ, так сказать, к тайнам темной материи, темной энергии и прочее, он лежит через познание вакуума. Но факт тот, что действительно вот в этой области, начиная где-то с 10, 25 и выше, мы получаем возможность видеть, как электромагнитная волна, которая просто электромагнитная волна, и не должна чувствовать ничего при распространении в вакууме, будет в вакууме испытывать нормальные нелинейные волновые эффекты, типа нелинейного двуча преломления, эффекты, типа какой-то самофокусировки, дефокусировки в пустоте, ни в чем. И вот этот момент, конечно, очень и очень интересный. И сейчас начинают продумываться эксперименты, такие критические эксперименты. Они будут абсолютно критическими для науки, если это где-то будет померено, что электромагнитная волна в вакууме распространяется не как в пустоте. И, значит, вот совершенно фантастическая цифра, 10,30 ватт на сантиметр квадратный, это цифра, здесь написано, неустойчивость вакуума. Вот при таких интенсивностях мы вакуум кипятим. Это означает, что интенсивности такие, что мгновенно вот этот вот дираковский мир, этот квантовый хаос, который там есть, по действиям таких интенсивностей является нам сюда в виде большого числа электронных позитронов, ну, возможно, и более тяжелых частиц, там неонов, но это то, что, ну, в принципе, является, так сказать, пределом, который не исключено, что нельзя вообще превзойти с точки зрения интенсивности, потому что здесь мы действительно получаем какое-то состояние вещества, которое и это поле поглощает, и, так сказать, ослабляет его. Вот это интенсивность соответствующего поля называется швингеровским полем. Сейчас идут дискуссии, вообще достижимо оно или нет. В общем, вот это такая картинка, и, в принципе, я могу очень много тут рассказывать и без всяких слайдов, но, наверное, нужно все-таки сейчас сказать о людях, которые были у истоков этого направления и у каких-то физических эффектов. Значит, итак, что мы видим? Нам нужно получать, усиливать очень короткие импульсы. Мы говорим о 10 фемтосекундах. Помимо того, что 10 фемтосекунд – это фантастически мало, так сказать, с бытовой точки зрения, 10 фемтосекунд – это, вообще говоря, и мало с точки зрения устройства оптического импульса. Для, скажем, длины волны 1 микрон, типичная длина волны – это неодинные лазеры, длина волны излучения – 3 микрона. Поэтому мы говорим, что у нас есть лазерный импульс, который имеет длительность 10 фемтосекунд, это значит, что внутри этого лазерного импульса сидит всего-навсего 3 периода поля. Понимаете, оптический импульс превращается из обычного длинно огибающего заполнения, длинное-длинное, превращается в что-то, что уже похоже почти на видеоимпульс. То есть явления, которые есть, начинают зависеть от абсолютной фазы оптического поля. От того устроен этот импульс, типа кусочка косинуса или кусочка синуса. Это забавно, и получать такие импульсы, конечно, очень непросто. Но постепенно человечество шло, осваивался пикосекундный диапазон с помощью лазеров. И интересно, что первые фемтосекундные лазеры получили люди, которые занимаются спектроскопией. Спектроскопия использует широко перестраиваемые источники излучения. Но вам важно позондировать, пощупать много разных линий, переходов. И обычно делаются очень, так сказать, широкополосные такие вот системы. А с другой стороны мы прекрасно понимаем, что чем короче импульс, тем шире его полоса. И получить короткий импульс без широкой полосы невозможно. То есть можно поставить задачу с другой стороны. Давайте возьмем широкополосную среду, которая позволяет нам генерировать разные частоты. И придумаем механизм, как все вот это вот излучение, которое вылезает из этой среды, синхронизировать в один короткий импульс. Вот это было сделано впервые с помощью так называемых лазеров на красителях. Лазер на красителях очень забавная такая штука. Это краска органическая, которая в каком-то разводе, там, в спиртовом, там, глицерине течет. И работать с этой средой очень, так сказать, непросто. Но важным здесь является то, что у молекул вот этого красителя, из-за того, что очень сложное устройство молекулы, очень богатые, там, возможно, много разных типов колебаний. Понятно, что она может изгибаться, там, разные части ее могут колебаться и так далее. То есть очень богатые колебательные спектры. И поэтому всякие переходы, которые там существуют в этом самом спектре, могут быть очень богатыми. И вот действительно в красителях впервые, это было в середине 80-х годов, был, вместо того, чтобы сделать петроскопический лазер, который узкая линия перестраивается, был сделан сразу широкополосный лазер, в котором весь этот спектр был задействован в короткие импульсы. Потом придумали разные твердотельные аналоги. Пожалуй, самым известным такой лазерной средой, которая позволяет генерировать импульсы на уровне 10 феносекунд, является титан-сапфир. Есть такая среда, это очень красивое название, ионы титана в матрице сапфира. Такой вот розоватый или фиолетовый кристалл. Ну и вот если посмотреть, вот его данные по поглощению и по флюоресценции. Он поглощает где-то в районе 500 нанометров, плюс-минус 10 нанометров. Это от желтого где-то вот сюда до синего. А излучает в ближнем ик, в широченную полосу, которая, ну, почти октава. И представьте себе, что если вы вот все это хозяйство взяли и сумели синхронизовать в один импульс, вы получили импульс, длительность которого будет составлять, ну, одну-две несущих, один-два несущих периода. Вот поэтому это вещество оказалось очень важным. Титан-сапфировые лазеры сейчас очень активно используются. Таким образом, где-то начиная с серии на 80-х годов, получилось, ну, так сказать, нашлись такие среды, с помощью которых можно короткие импульсы получать, усиливать и так далее. Но дальше встал вопрос, который с точки зрения такой философски является совершенно понятным. Мы имеем короткий импульс. Короткий импульс имеет большое поле. Если мы хотим этот импульс усилить, то мы очень скоро натыкаемся на такую ситуацию, что этот усиливаемый импульс начинает разрушать среду, которую усиливают. Потому что поля очень большие. И появилось естественное ограничение на ту энергию, ну, или если говорить, что мы работаем с фемосекундными, там, пикосекундными импульсами, на ту мощность, которую можно получить. И эта ситуация, в общем-то, привела вот к такой полочке. Значит, здесь у меня интенсивности, которые лазерчики могли получать. Это лазеры 60-х годов, изобретение лазеров. Сначала бурный рост, осваивались новые среды, новый механизм, потом раз, все застопорилось. И, в общем-то, в течение десятка или полутора десятков лет мы находились, или мы еще не находились в то время, поскольку этим вопросом не занимались, но наше, так сказать, предыдущее поколение физиков находилось на вот такой вот полочке. Ну и тут действительно, значит, вы, наверное, все знаете вот этого знаменитого человека, Жерар Муру, который сейчас работает частично в Нижнем Новгороде, являясь профессором Межгородского университета. В 1985 году предложил и доказал в эксперименте возможность эффекта усиления так называемых черпованных импульсов. Изобретение, которое сделало его фактически знаменитым, и сейчас человек, по-видимому, номер один в лазерах физики сильных полей. Идея была достаточно простой. Да, мы гоняемся за коротким импульсом, но когда он становится, когда в нем амплитуда большая, то он разрушает среду. Давайте придумываем такую оптическую систему, которая умеет этот импульс, который широкополосный, взять и растянуть во времени. Причем растянуть не в пять, в десять раз, но раз так в тысяч, тысяч в десять. Тогда мы локально в такое же количество раз уменьшим интенсивность и дадим возможность этому импульсу на каскадах усиления набрать большую энергию, оставаясь в пределах разумных амплитуд, которые разрушают активную среду. А потом, после того, как этот импульс усилится, наберет в себя значительную энергию, мы этот импульс запустим на систему, которая производит противоположный эффект. Она сжимает импульс. Компрессор, оптический компрессор. То есть у нас есть расширитель, стрейчер и компрессор. Импульсы, которые между компрессором и стрейчером, это импульсы, которые расширены. Они расширены за счет того, что система, которая расширяла разные частоты этого импульса, ускоряла либо тормозила по-разному. То есть в этом длинном импульсе частоты с переднего фронта на задний меняются. Это импульс с перестраиваемой частотой. Образно это некая трель. Чирп – это переливчатый свист, в переводе с английского. Черпованные или черпированные импульсы – это импульсы, в которых в широких пределах частота меняется от переднего фронта к заднего. Значит, вот эта вот идея была реализована. И действительно удалось очень резко по этой самой шкале, начиная где-то с начала 90-х годов, пойти вверх. И этот процесс до сих пор и продолжается. Первый лазер – усилитель черпованных импульсов, который позволил сделать первый, петоватный. Первые петоватные излучения – это сделали американцы. Это правильно, они выбрасывают большие деньги. Этот петоватный лазер предполагался использоваться для задачи поджига управляемой термоядерной реакцией, когда наносекундные импульсы сжимают лазерную каплю в тысячу раз по радиусу и запускается мощный петоватный импульс, который как спичка в костре запускает реакцию термоядерного синтеза. Значит, эта концепция, она превалировала лет, наверное, 15. Но вот сейчас то, что случилось 29 сентября этого года, вы, наверное, знаете, что в Ливерморе получен брейк-ивен, то есть та энергия, которая была введена в лазерную каплю, значит, получилось, что термоядерной энергии, которая получилась на выходе в результате термоядерной реакции, больше, чем та лазерная энергия, которая была введена. Это, конечно, существенно меньше, чем вы потратили от розетки, потому что вы должны от розетки взять энергию, перевести в лазерное излучение, в лазерное излучение перевести в рентген, Рентген должен сжать плазму, запустить реакцию, то есть там на самом деле, конечно, если двигаться далеко, но без брейк-ивена вообще о лазерном термояде говорить нельзя, это очень существенный шаг. Так вот, на установке НИФ, National Unition Facility, был подожжен таким образом термояд на уровне брейк-ивена, и, ну, надо сказать, что там использовалась немного другая схема, но это как исторический факт очень важно, что первый такой пятоватный лазер, который предназначался для поджига термоядной реакции, был сделан в Ливерморе. Титан Сапфир появился приблизительно в то же самое время. Питер Молтон, тогда он работал в Бостоне, MIT, Lincoln Lab, придумал этот кристалл, вот фотография этого замечательного человека, и было запущено направление Титан Сапфирова. Если говорить, я забыл сказать, Ливерморский-то лазер был сделан на неодимовом стекле. Стекло и кристаллы – это два активных лазерных, реактивных лазерных среды. Но стекло имеет очень плохую теплопроводность, и стекло хорошо, его хорошо растить, стекло варит, а кристаллы растят. Можно получать большие объемы, но работать можно только в одноразовом режиме. То есть вы закачали туда энергию, сняли лазерный импульс, и этот кусок стекла долго-долго охлаждается. В Ливерморе, например, импульсы могут быть, не знаю, может раз, может быть два в день. То есть такие большие объемы там вещества работают. Кристаллы проводят гораздо быстрее. Поэтому если мы хотим систему делать с высокой частотой повторения, и вообще, говорят дальше, говорить о том, что мы нужны человечеству, а человечеству нужен не термояд, который производится два раза в день из лазерной капли, а термояд, который производится по крайней мере 10 раз в секунду. То есть эта система, мы должны научить эти лазеры работать с частотой повторения намного порядков больше, чем они есть сейчас. Кристаллы в этом смысле лучше. Поэтому титан-сапфир оказался важным. Это первый российский титан-сапфировый лазер, который был сделан у нас в институте, и мы, в общем, этим гордимся. Теперь я должен привести фотографию еще одного человека. Это ныне здравствующий, дай бог ему здоровья. Потому что этот человек сейчас живет с чужим сердцем. Альгис Пискарскас, профессор Вильнюсского университета, который ищет бытность Советского Союза, предложил, ну, в некотором виде, скрестить идею Жерара Муру, усиление черпованных импульсов, с тем, чтобы производить не лазерное усиление, а так называемое параметрическое усиление. Значит, параметрическое усиление, в отличие от лазерного, устроено вот так. Вот есть очень простой, смешной фильм. Значит, что такое лазерное усиление? Есть среда, которую мы накачиваем, делаем инверсию электронов, и лазерный импульс идет и съедает эту инверсию, и становится большим. Это лазерное усиление. Что такое параметрическое усиление? У нас есть волна накачки и сигнальная волна. Мы их пересекаем в нелинейно-оптическом кристалле. Там развивается нелинейно-оптический процесс типа трехволнового распада, когда один квант распадается на два. Это значит, что один квант света, который сидит в накачке, распадается на квант, который сидит в сигнальной волне, и квант в холостой волне. Холостая волна убегает куда-то. Это параметрический процесс. Для первого процесса нужны лазерные активные среды, для второго нужны нелинейно-оптические кристаллы. Нижний Новгород знаменит тем, что в нем выращивают одни из самых больших в мире нелинейно-оптических кристаллов. Это делается у нас в УПАНЕ, есть соответствующая школа и серьезная школа в Межгородском университете. И, в общем-то, это открытие, это идея, это предложение привело к тому, что мы действительно занялись созданием пятоватного лазера не на принципе лазерного усиления, а на принципе параметрического усиления с использованием наших нелинейно-оптических кристаллов, КДП и ДКДП, которые мы здесь можем делать. Архитектура такая же, я показал вам ливерморский лазер, архитектура такая же, но две лазерных среды заменяются на параметрические усилители. Вот фактически так, попросту говоря, открыть то, что есть, и это есть некий, так сказать, такой второй путь. Я обязательно должен сказать, что сейчас обсуждается еще один, третий путь получения таких вот пятоватных лазеров. Этот путь пока только в картинках, там результатов нет, но судя по интересу, который он сейчас вызывает во всем мире, не исключено, что за ним будет какое-то серьезное будущее. Я здесь написал один пятоват, но смотрите, частота повторения не раз в день, и не 10 Гц, а 10 кГц. Эта система одновременно с высокой пиковой и высокой средней мощностью. То есть вот все эти эффекты, о которых мы сейчас будем говорить, они будут повторяться очень-очень часто. И поэтому в плане народно-хозяйственных применений это есть то, что надо. Если вы с помощью этих лазеров хотите создать источники для адронной терапии, то тогда вы пациента должны, ну, так сказать, ввести в него дозу приличную в течение, так сказать, ну, какого-то небольшого времени, в течение, скажем, получаса. А пациент не должен неделю лежать и ждать, когда у вас, так сказать, лазер вот сгенерирует там соответствующий фотон и потом ускорит протон. Значит, этот проект называется ICANN. Расшифровывается это как International Coherent Application Network. Здесь есть некая игра слов, потому что network — это и набор лазеров, а также это может понять как ассоциация, так сказать, институтов или людей, которые начали когеренно, то есть согласованно заниматься созданием вот такой системы. То есть в ICANN заветом есть какая-то игра слов. Слов ICANN сейчас прошел некую, так сказать, первую стадию, и сейчас не исключено, что на следующей стадии он будет называться не ICANN, а WE CAN, где WE будет расшифровываться как World Efforts for Coherent Application Network. Ну, тут есть разные, так сказать, игры и слов, но, по крайней мере, сейчас пока это ICANN. ICANN сумасшедший проект. Когда встает вопрос о том, как же эти гигантские интенсивности получать с очень высокой частотой повторения, что означает, что вы вкладываете в систему и конвертируете из розетки в оптическое излучение мегаватты мощности, то на повестку дня входит вопрос не в том, как вам черпованные импульсы сделать или что-то еще, как вам отвести то тепло, которое здесь выделяется. Ведь если вы из розетки берете мегаватт и, дай бог, 10% переводите полезное лазерное излучение, так у вас 900 кВт будут в этой комнате выделяться. Вам что с ними делать? Как эту лазерную среду, которая там есть и генерирует импульсы, как ее уберечь от этого тепла, чтобы она жила? И здесь идея, в общем-то, достаточно простая. Вот у вас есть объем активной среды, которую вы накачиваете и снимаете, и с нее полезное оптическое излучение. При этом неизбежно, по закону физики, там выделяется какое-то тепло. Вопрос. Как, из каких архитектур, из каких конфигураций это тепло проще отвести? Ну, наверное, сейчас мы все знакомы там. Микро, нано и так далее. Значит, ясно, что тепло должно утечь через поверхность. Вот этот объем активного вещества вы должны сделать с максимально большой поверхностью. Тогда действительно вы можете надеяться на то, что через поверхность у вас будет уходить. То есть одно дело, если вы возьмете какую-то там пластину из этого активного вещества, а другое дело, когда вы из этой пластины настрогаете огромное количество маленьких наноразмерных шариков, посчитаете площадь, ясно, что при одном и том же объеме у наношариков площадь будет гораздо-гораздо больше. Но, к сожалению, наношарики не та архитектура, которой можно сделать лазер. Лазер можно сделать на оптическом волокне. Есть сейчас, существуют фемосекундные волоконные лазеры, которые имеют размер субмиллиметровых в поперечном течении. Это длинные, там, скажем, несколько метров такие вот лазеры. Берем 10 тысяч волоконных лазеров. Казалось, сумасшедшие все. Но, поскольку они очень маленькие, 10 тысяч – это всего-навсего 100 на 100. Вы берете по одной стороне 100, по другой стороне. Поскольку они миллиметровые, размещаете их на расстоянии несколько миллиметров друг от друга. И в достаточно небольшом объеме вы получаете среду активную, которая способна переработать у вас вот в этот мегаватт 100 киловатт оптического излучения. А 900 киловатт встает вопрос, как эти 900 киловатт, можно ли их отсюда снять. Здесь есть некое образное сравнение с поездом. И это сравнение, я могу сказать так со смехом, где-то, наверное, с год назад, когда в очередной раз Муру сюда приезжал, у нас завязалась дискуссия про эти самые скоростные поезда. Мы сказали, а вот теперь тут проект, мы за 2 часа в Москву через 5 лет будем ездить, у нас будет что-то лучше, чем у вас, чем ваши там ТИДЖИВИ. Вот там, а вот сейчас есть САПСАН, там какой-то, вот туда-сюда. А вот сколько, интересно, мощность, которую потребляет локомотив САПСАН или ТИДЖИВИ. Полезли в интернет. У ТИДЖИВИ два локомотива по 5 мегаватт каждый. 300 км в час. Значит, вот эта махина едет, и вот там вот выделяется мегаватта тепла. При скорости 300 км в час эти мегаватты тепла очень спокойно сдуваются встречным ветром. Вот то, что может быть вот в этой вот системе выделяться, может сдуваться просто потоком воздуха. И в этом нет ничего удивительного. Понимаете, это действительно система, в которой можно эти тепловые проблемы решить. Она сейчас становится очень популярной, особенно после того, как за ее раскрутку взялись представители физики высоких энергий, заявили, мы хотим, чтобы первый такой лазер стоял в ЦЕРНе. Значит, почему и что он там будет давать, этот лазер, я чуть-чуть позднее скажу. Значит, вот такие вот есть три интересных направления лазеров. Я должен сказать, просто коротко перечислить, что если говорить про мощные фемсекундные лазеры, приоритет МГУ, фамилия Сергея Александровича Ахманов. Это выдающий, к сожалению, но и непокойный физик, который сделал первый лазер относительно большой мощности, 0,1 терабатт на красителях. Значит, есть направление, аналогичное тому, что я говорил в Оливерморе. Это закрытый институт МИКИ, Сосновый Бор под Питером. В 1997 году здесь был получен импульс в 30 петоватт, хотя Оливермор в 1997 году объявил как раз петоватт, но тем не менее такое направление тоже. Есть титанциофировое направление. В основном мы этими вопросами занимались, хотя сейчас существует много таких титанциофировых лазеров в этих местах. И вот, наконец, то, собственно, что является таким особым путем в России. В 2006 году в нашем институте, вот в отделе под руководством Ефима Хазанова, был запущен первый российский петоваттный лазер на основе параметрического усиления. Это лазер, в то время он входил в тройку-четверку самых мощных лазеров в мире. И этот лазер был сделан совместно, ну, совместно, читая на деньги, Федерального ядерного центра в Сарове, который потом заказал такой же лазер на себя и получил такой лазер от нас. И мы гордимся тем, что мы доказали существование вот такого вот равенства. Оно действительно равенство. Если вы подставите цифру, то вы получите, что 1 делить на 527 равняется 1 делить на 910 плюс 1 делить на 1250. Это наша магическая формула. Мы нашли, что в кристаллах ДКДП, которые производятся в нашем институте, если взять вторую гармонику неодиумного лазера 527 нанометров, то существует трехволновой синхронизм, который квант света с такой длиной волны раскладывает на два кванта с длиной волны 910 нанометров в 1250 нанометров. Значит, мы считаем, что вот с этим... И при этом синхронизм очень широкополосный. Он позволяет усиливать импульсы с длительностью до 15 фемтосекунд. Мы считаем, что вот с этим равенством... Вот я вас попрошу, может быть, так сказать, запомниться. Мы считаем, что с этим равенством будет связано будущее сверхсильных полей, не только у нас в стране, но и во всем мире. И, возможно, первые эксперименты по получению вещества, антивещества, по всяким таким чудесам, проникновению в вакуум, будут благодаря тому, что мы неожиданно не открыли, но подтвердили существование вот такого арифметического выражения. Это кристалл ДКДП, так называемый кристалл ДКДП. Такие большие кристаллы мы можем растить в сравнении с кристаллами станции эфира для активных лазеров, которые поменьше от направлений, тоже сейчас расширяются. Ну и, значит, важно, что установка для получения петоватного параметрического усиления очень компактная. Всего на трех каскадах усиления получается коэффициент усиления 10 в 11. Если здесь есть представители политехнического института, радиофака политехнического института, то если, так сказать, они, наверное, слышат, что есть каскад усиления с коэффициентом усиления 10 в 14, они не поверят, потому что они скажут, нет, такого не может быть. Можно сразу, так сказать, сам возбудиться, зашумит и так далее. Параметрическое усиление обладает совершенно потрясающей возможностью на одной длине распространения через такой нелинейно-оптический элемент получать коэффициент усиления где-то 10 в 3, 10 в 4. Поэтому это системы очень простые. Мы их полюбили и сделали много того, для того, чтобы их полюбило и в каком-то виде начальство. Начальство, значит, вот вплоть до правительства Российской Федерации, которое проект создания лазера уже не петоватного, а экзоватного, сейчас одобрено. Значит, итак, я коротко сейчас расскажу про физические эффекты и потом остановлюсь вот в конце на этом экзоватном лазере, который мы собираемся строить. Итак, есть очень сильное поле. И дальше встает вопрос. Хорошо, ну, понятно, что вы физики можете там говорить о вакууме, еще о чем-то, но давайте какие-то все-таки приложения, чтобы можно было налогоплательщику объяснить, чем ваше это сильное поле может убернуться с точки зрения приложений вот таких вот, как сейчас на Западе говорят, с сайтом, то есть в народном обществе. Перевод, к сожалению, только народно-хозяйственный на русский язык существует. У них такой более благородный societal applications. Значит, прежде всего, это компактные ускорители заряженных частиц. Ну, вот у меня есть такой фильм. Значит, это фильм, он взят с проекта XFL в Германии, лазер на свободных электронах, который получается за счет того, что длинная-длинная-длинная система, линейный ускоритель, разгоняет электроны до 17 ГФ на длине ускорения приблизительно 3,4 км. Вот такой ускоритель надо сделать, чтобы разогнать электроны до 17,5 ГФ, а дальше уже делать на них лазер на свободных электронах всякие, смотреть чудеса. На нижней картинке приведен эксперимент по созданию ускоряющих полей в плазме, которые на 3 или 4 порядка больше, чем поля, которые есть в таких линейных ускорителях. Значит, если у вас есть импульс, он может не питать, и там достаточно иметь 100 тераватт мощности, этот короткий импульс, при распространении в плазме производит разделение электронов и ионов, и внутри плазмы создаются сумасшедшие по величине поля разделения заряд. Поскольку плазма это уже все, что там все уже пробито, там нет никаких пробоев, и нечему больше портиться, то там эти поля существуют, и они не пробивают стенки вот этого ускорителя, в котором я разгоняю электроны. То есть плазменные, лазерно-плазменные ускорители позволяют от километров перейти к сантиметрам и сделать систему гораздо более компактной. Это не просто так, что компактные системы это здорово, это совсем ну другая, как говорят, паразигма. Это вы не должны идти куда-то, вставать в очередь, чтобы попользоваться этим источником. Эти компактные источники во множестве теперь могут быть сделаны и расставлены в университетских лабораториях, в академических институтах и так далее. То есть вся физика, которая базируется на ускорителя, она фактически может быть переведена в гораздо меньший, в инструмент меньшего размера. Ну и здесь действительно и в том числе у нас в институте были сделаны эксперименты. мы уже лет наверное 7 может быть 6 назад получали получили вот ускорение электронов с темпом 10 гф на сантиметр. Это где-то на 4 порядка больше, чем на XFL. Это действительно это хорошо. Значит эти фильмы показывают каким образом мы модулируем. кстати если есть люди, которые хотят заниматься таким то что называется высокопроизводительный компьютинг. Вот здесь вот самое оно. Вот я внизу даже привел для того, чтобы замоделировать 1 мм трассы распространения такого мощного импульса в плазме нужно сделать примедительный один экзофлок операций. Ну это 10-18 операций. Значит если вы хотите эти операции совершить за разумное время типа 1000 секунд для вас нужен петафлоксный компьютер. Отсюда видно что высокопроизводительные компьютеры они как раз являются инструментом для того чтобы моделировать вот эти явления. В настоящее время лучший результат который получен 4 гэва я сказал что в Германии строится система где хотят получить 17 гэв на 3 км. Сейчас в Беркельской лаборатории к сожалению не у нас но они побогаче получены 4 гэва получены 4 гэва на трассе в 10 сантиметров значит это 3 таких трассы 3-4 таких трассы метровая система она будет заменять километровую систему которая строится в Германии это конечно фантастический совершенно результат сразу возник проект каким образом можно ТЭНный электрон-позитронный коллабер следующего поколения делать с помощью таких вот лазеров и вот это действительно проект который получается на стыке физики высоких полей физики высоких энергий компактный ускоритель ионов что это такое здесь на первый план два применения ну во-первых вы знаете как в мире сейчас активно развивается адронная терапия это создание протонов с энергией где-то на уровне 200-300 мэф либо углеродных либо литиевых ионов лити-3 С6 плюс которые которые ну так сказать известно что характеризуется очень важным таким вот свойством здесь приведено вот здесь вот это возможностью вклада энергии из них в глубине биоткани если вот эта глубина биоткани то при облучении электронами либо гаммафотонами рентгеновскими фотонами основное выделение энергии происходит на границе а тяжелые частицы они взаимодействуют таким вот образом что это выделение энергии можно сконцентрировать в глубине независимо от того на какую глубину надо нацелить этот облучающий аппарат можно менять энергию ионов на входе в среду это и есть то что называется сейчас адронная терапия в Европе сейчас во многих странах я был в Хайдельберге конечно метастическом посвященном вот этой системе это особенно опухоли которые которые не поддаются вот такому вот так сказать радиотерапии обычной радиотерапии они поддаются адронной терапии прежде всего мозг и удивительно что эти процедуры безболезненные доцент приезжает на машине он делает процедуру он садится на машину уезжает значит это это понимаете это что-то ну так сказать какая-то фантастика но для того чтобы это сделать вам нужен не знаю там синхротрон или что-то еще огромное устройство которое разгоняет ионы от таких вот энергий та же самая парадигма о которой я сказал а если бы у вас был компактный источник этих ионов который которому не надо было бы возить пациентов с разных стран мира потому что сейчас российские пациенты из Германии или Гекония о которой можно было поместить в любой онкологический госпитал вот это ну так сказать обычно производит впечатление что да вот смотрите совсем другое да ионы тоже очень хорошо ускоряются значит ну тут можно много показывать схема ускорения такая что берется тонкая нанометровая толщина фольга посылается мощный петоватный импульс этот импульс действует на электроны вышибает их из этой фольги возникает поле разделения заряда который вытаскивает йоны за собой и йоны едут вместе с электронами значит вот эта схема сейчас очень любят рисовать я не нарисовал это модель паруса значит есть лодка с парусом дует ветер который действует на парус но парус за счет жесткой сцепки с лодкой тянет вперед лодку значит ветер это петоватный импульс парус это электроны которые лазерный импульс действует йоны это лодка потому что йоны тяжелые на их лазерный импульс не действует это ускорение в модели паруса Значит, ускорение в модели паруса, вот оно изображено вот здесь, лазерный импульс от мишени, лазерный импульс прошивает мишень, и вот эта белая фракция ионов, она вытаскивает и залетит вслед за электронами. Опять нужны высокие мощности и высокие, так сказать, характеристики компьютера, чтобы это моделировать. Сейчас пока где-то лучшие результаты на уровне 100-150 МФ имеется в ускорении ионов, но это направление очень активно в жизни развивается, и вот такое применение. Сравнительно новое применение, которое неожиданно, о котором заговорили в последние годы, это переработка ядерных отходов. Но поскольку мы здесь в политическом институте, и вопросы, связанные с всякими ядерными делами, наверное, здесь должны интересовать тех, кто присутствует. Обычно здесь рассказывают так. Вот это горы ядерных отходов, которые накоплены, лежат, ведут дискуссии, что с ними делать, посылать их куда-то там в межзвездное пространство, чтобы избавиться от них, где-то хоронить на дне морей и океанов, перерабатывать. Все это дорого, зеленые везде, в общем, ну, что делать. И дальше все это растет в огромных количествах. Существуют идеи, как осуществлять переработку с помощью нейтронов. Вы знаете, если у вас есть достаточное количество достаточно плотных нейтронных потоков, производится трансмутация, которые опасные ядра. Ну, вот здесь вот пример приведен, его приводят обычно, технеций, который есть один из продуктов ядерных отходов. С временем жизни 200 тысяч лет он будет стоять и портить вокруг себя все. То есть он будет радиоактивный. То есть 200 тысяч лет мы, или там человечество, оно обречено, если с ним ничего не делать, вот он будет газить эти самые радиоактивности. Что делать? Значит, технеций, если его правильным образом отлучить нейтронами, превращается в технеций сотый, у которого время жизни очень маленькая радиоактивность, и за 12 минут он превращается в совершенно стабильный рутение. Вот один из способов. Нейтроны. Как получить нейтроны? Такие потоки нейтроны получать сложно. Очень дорого и практически невозможный из реакторов. Одна из возможностей иметь ускорители, ускоритель протонов. Протоны разогнули до энергии порядка ГЭВа. Они взаимодействуют с определенными мишенями, и идет вот эта вот реакция спалейшн. Это реакция разбивания, из этой мишени вылетают нейтроны. Эти нейтроны, ну, можно замедлять, не замедлять, в зависимости от того, в какой реакции вы будете использовать, этими нейтронами и облучают ядерные отходы, превращая их в стабильные. Создание вот такого лазера, о котором я вам говорил, с пятоватной мощностью, и возможность ускорения на нем электронов до ГЭВа, с частотой повторения на уровне килогерц, предложенного в проекте ICANN, сейчас вызывают очень живой интерес, потому что это уже очень серьезное социальное звучание. Так сказать, вот эти вот societal applications. То есть, кроме медицинских приложений, здесь очень активно сейчас рисуется проект. Ну, собственно, проект, вы видели, помните, это вот лазер ICANN, как он, значит, распространяется, взаимодействует с мишенью, получает нейтроны, нейтроны отлучают топливо, перерабатывают. Очень интересно, что существуют проекты, в которых отсюда еще и энергию можно получать, потому что недоработанное ядерное топливо, вот в процессе доработки оттуда можно снимать чего-то в виде энергии. То есть, это и с энергетической точки зрения может оказаться не бессмысленно. Ну, и последнее я хотел коротко остановиться. Это мы получаем электроны, это мы получаем ионы, но мы можем получать еще и жесткое излучение в разных формах. Это рентгеновское, гамма-излучение, короткие или какие-то длинные импульсы. Конечно, очень интересно получать короткие импульсы, атосекундные длительности. Не буду, это мое любимое, но не буду, наверное, так сказать, останавливаться сейчас, потому что время уже вышло. А расскажу лучше о том, что сейчас, в последние полгода, на слуху, а на слуху фабрика Хиггсов. Значит, после того, как вот был получен Хиггс, все были в восторге, даже обманут налогоплательщики, потому что для того, чтобы получить Хиггс, вовсе не надо было строить эту махину Большой Адронный Коллайдер. Хиггс, как вы знаете, оказался совсем низкоэнергетичной частицей, у него всего 125 ГФ, а Большой Адронный Коллайдер построили на ТЭВе. И очень удивительно, почему до сих пор не появились разъяренные налогоплательщики, которые мне сказали, зачем вы потратили гигантские деньги, а почему ваши теоретики не предсказали, что надо было в 10 раз меньшую энергию, и все можно было получить. Они вообще чем у вас занимаются в ЦЕРНе? Но пока всеобщий восторг, замкнута стандартная модель, вообще говоря, можно успокоиться, потому что все предсказания теоретиков сбылись, Хиггс замкнул, стандартная модель работает. Следующий шаг, по-видимому, будет связан действительно с исследованием вакуума, что-то, так сказать, там пойдет уже оттуда. Сейчас все успокоились. Но, успокоились, успокоились, но получить один Хиггс там за год, это, в общем-то, ну, так сказать, хорошо. Можно обосновать, порадоваться. Хиггс получил модельскую премию, как вы знаете, в этом году. Но это не то, где Хиггса эти можно изучать. Для того, чтобы Хиггса изучать, их надо получать, ну, хотя бы штук тысячу в год, чтобы с ними вести какие-то эксперименты. И, что важно, не нужен большой адронный коллайдер. Что еще более важно, большой адронный коллайдер плох для изучения Хиггса, потому что там ускоряются ионы. При взаимодействии ионов генерации Хиггсов – это один очень маленький и низкоэффективный канал тысяч разных реакций, которые возможны при столкновении тевных ионных пучков. Ионы сами по себе состоят из кварков. И то, чего там творится, чего там только не получается в этих реакциях, трудно описать. Вы, грубо говоря, этот единичный Хиггс видите на фоне миллионов разных других событий. Чего делать? Надо бы эти самые сталкивающие частицы и сделать беструктурными, чтобы там не было каких-то этих многочисленных каналов превращения энергии в этих реакциях. Хорошо, давайте сделаем тогда их электронами. Будем сталкивать электроны. 200 ГФ – пучок. Второй пучок – можно. Существует проект ILC. Это проект International Linear Collider. Электрон-позитронный коллайдер. Электроны до ГФов больше, чем 100 ГФ ускорять очень плохо. Потому что электроны при любых поворотах как сумасшедшие излучают сенфротронное излучение. Поэтому человечество и перешло к ионам. Большой агронный коллайдер. Просто электроны на ТЭВах бессмысленные. И это очень сложная задача. Но гораздо лучше с точки зрения Хиггсов сталкивать совсем простые частицы. Сталкивать фотоны. У фотонов ничего, кроме энергии, нет. У них нет массы покоя. Это самые простые, если говорить о том, чтобы нацелиться на получение какой-то реакции, из которой вылетел бы Хиггс, самое лучшее, столкнуть друг с другом два гамма-фотона, которые имеют энергию на уровне 65-80 ГФ. Отсюда возникли два проекта, которые есть в мире. Один в Джефферсоновской лаборатории. Это Вирджиния, Америка. Второй в ЦЕРНе. Фабрики Хиггсов. Что это такое? Фабрика Хиггсов устроена так. Есть кучок электронов. Несколько десятков 30-40-50 ГФ, которые еще можно вполне разумно получить. И есть лазерный импульс, который летит навстречу этому пучку электронов. На нем рассеивается. И мы знаем, что если что-то рассеивается на встречном движущейся фронте, это рассеивающийся увеличивает свою частоту. это излучение синеет. Ну, если не релятивистских, простых вещах, это можно понимать как некий топлер-эффект, отражение от движущегося, то в случае релятивизма этот эффект еще усиливается. И увеличение частоты, ну, в знаменитый фактор, 4 гамма квадрат. Гамма – это релятивистская гамма. Если у нас есть фотоны света нашего мощного лазерного импульса, в которых летят эти фотоны в прорва, это действительно вот наш свет в пятоватном импульсе, там очень много фотонов, излучение мощное. Рассеиваясь на электронном пучке, фотон с энергией в один электрон вольт превращается в фотон с энергией сотни ГФ. И это есть фабрика гамма-фотона. Теперь эти два гамма-фотона надо столкнуть. Вот эта схема, которая в ЦЕРНе предложена прям, у вас есть здесь вот электронные пучки, лазерное излучение рассеивается, значит, получается здесь вот это гамма-излучение, два гамма-кванта сталкиваются, и производит Хиггс. Сейчас, вот если говорить о проекте ICANN, я уже о нем говорил, ЦЕРН однозначно заявил, мы хотим, чтобы фабрика Хиггсов была у нас, чтобы фабрика Хиггсов была построена, чтобы была построена фабрика Хиггсов, никаких, вот сейчас не видно возможности получения создания этих гамма-гамма-коллайдеров, кроме как то, вот о чем я рассказывал. Поэтому сейчас это очень модное, очень популярное направление, когда вы обсуждаете эти вещи в аудитории, в которой важно сказать, что вот какие-то такие народно-хозяйственные, да, так сказать, агромная терапия, переработка ядерных отходов, а когда вы рассказываете в среде, где сидят высокие, так сказать, такие вот теоретики, умные люди, вы, так сказать, бросаете слова, что мы будем делать гамма-гамма-коллайдов для фабрики Хиггсов. Вы обречены на успех. Вот сейчас такое время, когда это, так сказать, очень ярко. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, чего же мы тут будем делать здесь, это наша легкая, ну такая простая дорожная карта. В 2007 году построен наш петоватный лазер, петоватный параметрический лазер PERL. Значит, теперь у нас буквально совершается сооружение, лазер, который в 10 раз мощнее, 5 петоват, ну сейчас рекорд мировой 2 петоватта, все-таки, так сказать, хотим уже в самые ближайшие месяцы этот уровень превзойти. Но важным является то, что года 3 назад, ну, так сказать, российское руководство, ну, приняло такое решение. Такое ли мы вкладываем деньги в крупные инфраструктурные научные проекты за рубежом? Вот есть ИТР. ИТР – могучий проект с созданием термоядерного такого инженерного реактора во Франции, в Кадараше. Россия платит 10% средств туда, то есть при стоимости строительства там больше 10 миллиардов долларов или евро – это большие деньги. Есть XFL, германский лазер, о котором я говорил, Россия вкладывает четверть стоимости. Есть FAIR, еще один проект, местный в Дармштадте. Россия вкладывает, по-моему, где-то, ну, тоже вот от 10% до 25% средств туда. Почему мы вкладываем туда? Ну, понятно, почему, потому что мы хотим как-то зацепиться за этот поезд, который идет, он нас обогнал в 90-е, 2000-е годы. Мы отстали, и нам хоть бы зацепиться за что-то. Вот у нас есть нефтяные деньги, давайте бросим туда нефтяные деньги, и они нас возьмут в эту консорцию. Идеология такая. Но постепенно, значит, вроде бы, ну, ладно, это мы заплатим, а где же мы сами, может быть, так сказать, мы сами будем строить новую научную инфраструктуру? Итак, три года назад появилось воззвание, что давайте мы будем посмотрим, какие у нас в нашей стране есть проекты, они называются проекты класса Мегасайенс. Это проекты с ценой на уровень миллиарда долларов. И давайте сделаем так, что мы сейчас предложим человечеству эти проекты, пусть они теперь, эти немцы и французы, добавляют нам, чтобы мы построили эти установки. Так было отобрано шесть проектов класса Мегасайенс. И среди этих проектов проект, который называется Экселс, это вот наш международский проект, Экзоват Сентер for Extreme Light Studies, это проект создания Экзоватного лазера. Значит, еще раз, сейчас в мире уровень это единица петаватт. То, что предложено, это создание лазера 12-канального, каждый из которых, каждый из каналов будет генерировать, создавать 15 петаватт мощности. Значит, это 180 петаватт, но есть у нас надежда, что мы сумеем синхронизовать каналы этого излучения, и реально эквивалентное поле интенсивное будет существенно больше. Есть какие-то прорисовки, как этот центр должен выглядеть, и вот такой скетч вот этого проекта, архитектура, картинки, привязки там к территории, все это красиво. Значит, я могу сказать, что если посмотреть на перспективный бюджет, страны, начиная с 2016 года, прописана строка финансирования проектов Мегасайенс. Значит, мы очень надеемся, что вот все-таки обещания будут выполнены, пусть этот проект будет сделан не за 3 года, не за 5 лет, может быть, дольше, но мы, в общем, серьезно нацелены на том, что один из проектов Мегасайенс будет в Нижнем Новгороде, где он будет построен там в пригороде, в Нижнем там есть разные площадки, мы сейчас нацелены больше на площадку в Безводном, который принадлежит Институту прикладной физики, поскольку там нет вопросов, там сложности, там собственности, и так далее, по крайней мере, вот экспортов иностранных, которые наш проект курируют, мы возим туда и показываем площадку, которую привязываем проект там. Значит, существует программа серьезная, но очень важным обстоятельством, которым я хотел сказать в заключение, является то, что в Европе сейчас реализуется проект, который называется ИРИА, Extreme Light Infrastructure. Этот проект очень интересный, этот проект, который исходно предполагал создание четырех новых лазерных центров в четырех разных странах мира, которые работали под единым началом руководства. Это новая степень интеграции в Европе. Это не просто, что все приезжают в ЦЕРН, там работают еще куда-то, а вот даже теперь проекты в разных странах, они как бы таким консорциумом управляются. И получилось, в значительной степени неожиданно так, что когда решался вопрос, где эти центры размещать, граммал кризис экономический, и те свободные деньги, которые в Европе к тому времени, это 9-10 год оказались, оказались совершенно неожиданно в новых европейских странах, в странах Восточной Европы. Конечно, это деньги, не заработанные ими, это деньги, которые из старой Европы пришли туда, но когда эти молодые члены вступили в Европу, старая Европа им дала подъемные средства, которые назывались деньгами на инфраструктурные преобразования. И эти деньги Чехия, Румыния, Венгрия, они могли тратить, ну, конечно, согласие, большой Европы, но в общем, как они захотят. Они могли строить дороги, могли строить больницы, могли делать новые университеты. поскольку все это вот очень интересно, то три страны загорелись и то, что мы имеем сейчас, Венгрия получила 200 миллионов евро на строительство одного лазерного центра, Чехия 280 миллионов для другого, Румыния 260 для третьего и остался самый престижный значит четвертый центр, на который ни в одной из европейских стран денег нет. Он стоит дорого, он стоит на уровне миллиарда евро и главная задача этого центра ну, фактически подобраться вот к тем фантастическим полям и возможностям, о которых я сегодня говорил, с помощью лазеров. То есть это строительство экзоватного лазера. И когда мы со своим проектом вот значит вышли вот так сказать пытаясь этот знак вопроса закрыть, Европа отнеслась к этому очень благожелательно. Сейчас обсуждается Альянс Элиай и Экселс это создание единого паневропейского проекта на основе четырех вот таких вот четырех таких колонн одна три которых вот это восточноевропейские страны и четвертое это Россия с проектом Экселс это очень заманчивая перспектива потому что кроме того что ну как бы мы здесь выходим на какой-то уровень лазерных экспериментов такой серьезный это 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 возможность и научение работать в такой международной комьюнити потому что Экселс по определению становится международным центром там постоянно должны работать около ста иностранных ученых Нижний Новгород должен почесать голову и сказать а как же мы обеспечим у нас нет ни одной английской школы требования Европы чтобы это случилось что в разумной близости к тому месту где проживают так сказать ученые из этих стран должны быть церкви всех основных конфессий и так далее то есть мы вообще говоря через этот проект можем могли бы выйти на какой-то ну совсем ну так сказать другой уровень не просто в плане науки а культуры что ли то есть мы могли бы вполне так сказать превратиться в нормальный такой островок цивилизации это конечно помимо того что это интересная наука и какие-то там прорывы в лазерах так сказать ирганизация вакуума это то что ну для нас представляется вот такая вот возможность ну какую-то некую так сказать такую небольшую столицу что ли сделать здесь в Нижнем Новгород вот ну это в общем все о чем я хотел рассказать кто интересуется полезайте очень простой веб-сайт excels ipras.ru и значит конечно вот у меня есть мои основные коллеги друзья и товарищи которые материалы здесь использованы потому что частично я слайды надрал из их презентации должен конечно сослаться на это ну в общем вот все спасибо за внимание фотоядерная физика ее лучше понимать вот каким образом когда появились 60-е годы лазеры то фактически появилась новая атомная физика связанная с возможностью использования лазеров как инструмента для наблюдения за различными процессами в атомах потому что лазеры обычные имеют кванты света с энергией на уровне электрон-волк чуть побольше чуть поменьше именно столько же это энергия различных переходов внутри атомных поэтому появился новый инструмент который здорово продвинул эту область вперед то есть атомная физика с помощью лазеров как инструмента возбуждения ну и понятно когда мы говорим о ядерной физике ядерных переходов то там нужны не электрон-вольтовые энергии там нужны энергии ну вот фактически то что мы с вами там обсуждали даже может быть самый низкий там на уровне кэво а так-то надо дальше входить мэво и в гэво это возможно только в том случае если у вас появится гамма-фотоны значит вот центр фото фотоядерной физики который строится в Румынии он основан на том что петоватные лазеры по комптоновскому механизму будут рассеиваться на электронном кучке у них там есть ускоритель новый ускоритель будет на уровне 600 или 700 мэв хороший ускоритель и в результате этого взаимодействия будут появляться гамма-фотоны не для фабрики Хиггса это будущее а для того чтобы возбуждать ядерные реакции вот фотоядерная физика это та физика которая может появиться если будет получен источник с достаточно большим числом гамма-квантов которые управляемые измеряемые и так далее вот первое место где это появится это будет неожиданно такая страна как Румыния ну что не поделаешь Европа единая поэтому решили развивать окраины значит будет развивать в принципе конечно вот тот лазер Excel с которым я говорил вы видели что там кроме 12 лазерных каналов есть еще электронный пучок который идет навстречу то есть ну такая максимальная концепция у нас конечно иметь и здесь тоже некую фабрику гамма-фотонов ну фабрику условно у нас не будет высокой частоты повторения но по крайней мере что-то может быть мы тоже будем вот в этом направлении работать ну чем лучше такое исследование гидрафи чем традиционный гонуальчист нет это это ничем 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 не лучше оно у каждого есть своя ниша значит если у вас есть каму-излучение с частота этого каму-излучения легко меняется почему потому что вы можете подкрутить электронный пучок сделать вместо 700 555 и тогда у вас гамма-фотоны они же имеют энергию как я говорил 4 гамма в квадрате умножить на энергию фотона 5-ваттного лазера вы очень хорошо можете перестраивать у вас есть прекрасный спетроскопический инструмент то есть это преимущество в инструменте это новый инструмент который позволит хорошо щупать вот эти вот а потом вы же можете только спетроскопии вы можете какие-то ядра возбуждать вопрос насколько узкий вот может быть можно сделать так что это источник достаточно узкий и вы можете наработать для гамма-лазера какое-то количество возбужденных вот таких вот состояний вот еще один момент очень интересный что конечно если говорить о вот таких вот процессах ну в сравнении с другими другими инструментами для возбуждения ядер у вас есть теперь одновременно как бы два ключа у вас один есть ключ это гамма-фотоны которыми вы возбуждаете но у вас есть по-прежнему для синхронизации есть свой лазерный импульс и поэтому вы можете придумывать совсем новые эксперименты когда у вас это мощное лазерное излучение каким-то образом еще тоже присутствуя вот в районе этих ядер тоже может производить какие-то эффекты может быть непрямые может тем что оно вот эти вот электроны ускоренные посылает на ядра то есть у вас возникает вопрос множественного воздействия на ядро и со стороны гамма-квантов и со стороны частиц электронов ускоренных и со стороны лазерного излучения самого все это синхронизовано и все это можно сделать внутри коротких временных интервалов если у вас есть какие-то короткоживущие состояния ядерные то ничем кроме этого вы до них не долезете то есть здесь целая кипа целая огромная ниша я знаю что из всех проектов или ай румынский сейчас воспринимается как наиболее такой передовой яркий проект там фактически все ядерные лаборатории мира хотят так сказать начать там экспериментировать у них есть свой веб-сайт там есть эксперименты которые будут ставиться это очень очень хороший интересный документ кстати мы пытаемся наших ядерных как-то раскрутить чтобы дубна вот вроде начинает как-то отвлекаться но по крайней мере что тут можно сказать конечно никто эти процессы никто нелинейную квантовую электродинамику не трогал так скажем то что сейчас потрогано и прекрасно совпадает с теорией это следующее вы получаете электрон-позитронные пары если говорить о том что откуда-то электрон-позитронные получаются не чисто из вакуума а при взаимодействии с электронным пучком вот есть мощный электронный пучок налетает на него мощный лазерный импульс и в процессе взаимодействия у вас генераль электрон-позитрон этот процесс гораздо менее гораздо более низкопороговый его можно так сказать получать при интенсивности там 10,18, 10,19 ватт на сантиметр квадратный еще в 97-м году как известно на слаке в Санфорде такой процесс был зарегистрирован и в этом смысле вот такой процесс когда есть еще затравка в виде электронов так сказать он проверен там все совпало если чистый вакуум никто никто не проверял существует конечно и я знаю почему часто спрашивают на эту тему это серьезный серьезный момент проверки можно проверку будет не очень простой дело в том что первая электрон-позитронная пара которая вдруг вот мы ее родили все-таки большое поле послали она вылетела электрон-позитрон тут же оказывается под воздействием освободившись из дираковского квантового хаоса они тут же оказываются в сильном лазерном поле они начинают двигаться ускоряться излучать гамма-фотоны эти гамма-фотоны в присутствии сильного лазерного поля могут сами генерировать электрон-позитронные пары и вы имеете ситуацию которая очень похожа на ионизацию диэлектрика в обычных полях это известно ионизация диэлектрика под действием оптического излучения она двоярная первые электроны которые появляются это электроны которые вы электрон отрываете от ядра но дальше электрон попадает в поле начинает двигаться и появляется возможность следующего следующей ионизации электронным ударом у вас идет лавина вместо того чтобы разобраться как происходит ионизация поля атома в диэлектрике вы получаете лавину где доминирует процесс электронной ионизации и у вас все вот эти вот особенности за которыми вы охотились посмотреть как устроена эта ионизация полевая они оказываются стертыми потому что они погибли под лавиной вопрос о том можно ли ионизовать вакуум и как я говорил без того чтобы не организовать лавину или каскад это вопрос очень интересный и значит есть разные потому что если вы говорите я буду сейчас щупать вакуум его пространственно-временную так сказать структуру этого вакуума вы должны быть уверены что тот продукт который появился эти электроны позитроны оттуда чтобы они оттуда из небытия появились чтобы они не родились в результате вторичных эффектов соударений потому что у них будут другие свойства у этих электронов позитронов и это очень интересная задача как можно организовать чистую ионизацию вакуум без электромагнитных каскалей а так пока ничего не известно пока ничего не известно и слава богу если окажется как у этого как у этого у Захарова слава богу если окажется что все не так и слава богу потому что там окажется совсем другое может быть действительно какое-то окно куда-то вот в эти непонятности сейчас совсем всякие акционные и темную энергию а как в Сарове собирается в Сарове сейчас запущен проектом УФЛ-2 вы знаете что это такое это 192-канальный лазер аналог НИФа это лазерный термояд и разные военно-технические применения НИФ запущен несколько лет назад прекрасно работает прекрасно работает неожиданно хорошо работает с точки зрения лазерных лазеров вот это вселяет уверенность что можно повторить но многие технологии потеряны забыты и Саров сейчас страшно заботен что вот это консорциум который здесь российский институт предприятий чтобы он мог все-таки произвести необходимое количество там и активного стекла и кристаллов до КДП и так далее чтобы штука работала значит УФЛ это 192-канальная система в каждой из которых должно получаться около 20 килоджоулей энергии этот лазер высоко энергичный энергичный это лазер в котором мощность существенно меньше чем мы говорим вот в русском языке нет к сожалению вот мы говорим мощный лазер сверхмощный лазер в соответствии со строгим определением которым я пользуюсь это лазеры в которых в импульсе действительно очень большая мощность излучения но все кругом и в быту когда слышу слово мощный лазер в том числе причисляют к этому и лазеры в которых мощность небольшая она меньше терават она меньше гигават но в которых много энергии в импульсе вот УФЛ-2М лазер где киллоджоу в импульсе где энергии там существенно меньше теравата почему-то называют сверхмощным лазером это это лазер сверх или очень энергетичный но он не мощный лазер как какое здесь сотрудничество вот эти лазеры наносекундные которые Саров делает для ОФЛ-2М мы и он должен будет их сделать 192 штуки мы эти лазеры нам их надо 12 штук не 12 а 13 мы хотим лазеры ну приблизительно такой же архитектуры использовать в качестве накачки наших последних каскад параметрического усиления в этом смысле альянс понятно мы говорим что мы совместно делаем эту систему имея ввиду что вот в конце будущего года или там через два года в Сарове первой каскаду вот эти лазеры будут появляться поскольку это все делается в том числе при нашем участии мы им говорим мужики 192 ну ясно что если мы строим 192 значит это будет существенно больше там 12 нам подбросили вот то есть в этом смысле нам 20 кг на самом деле не нужны нам достаточно 5 кг чтобы в каждом канале но если лазер получится хороший стабильный хорошо работающий гораздо проще просто так сказать такой лазер который тиражируется просто поставить и его пользоваться вот в этом смысле конечно это такой нижегородский проект более широко там федеральный ядный центр хорошо сидит я даже вот опять если мы говорим про мощность значит давайте будем говорить все-таки про там тераватый пятаватый экзаватый потому что если про энергию ничего сравнимого с нифом нет ниф работает блестяще это так сказать в общем венец это супер система но это лазер не мощный если говорить про мощные лазеры и говорить про стабильность и все прочее то конечно надо идти в промышленность обращаться в промышленность на наше счастье сейчас несколько компаний в мире почему на наше счастье потому что физики и физикам не интересно делать что-то очень стабильное важно получить эффект какой-то а чтобы отлаживать тепловые режимы там еще что-то на работку там миллион часов ну не царское это дело но поскольку сейчас сформировался рынок все хотят покупать 100 тераватные петоватные лазеры рынок этот большой появились компании лидеры в направлении создания петоватных лазеров петоватного лазера это компания Талис французская компания Талис сейчас сделала два петоватных лазера один из них поставлен в Беркли этот лазер который работает считаторе повторения по-моему раз в минуту очень стабильно работает хорошо и на нем получены вот эти вот 4 ГВ электронные рекорд или ускорение электронных второй петоватный лазер будет поставлен ну вот и сейчас ставится я на прошлой неделе встречался как раз с этими самыми с людьми Талисом второй петоватный лазер сейчас будет поставлен в Румыню или ставится в Румыню ну вот если говорить про стабильность про хорошо повторяющиеся вирусы то это это действительно должен быть лазер который сделан в промышленных условиях вот собственно мы поэтому и говорим что лазер на кассе давайте возьмем с Сарова потому что он будет там отлаженный и у нас меньше будет голова болит а так самый хорошо стабильно работающий лазер высокоэнергетичный это НИФ если говорить про петоватный лазер это вот он называется Белла вот этот вот лазер который в Беркли поставили а вот этот Труисиликс он их называется еще как-то в Хумыни Титан Сафир они все на Титан Сафире и кто-то другой А не приходится ли относаться что могут достигнуть физический предел слабо если ваш мишень будет корот лазер или будет корот ну вот смотрите чего вот эта концепция усиления черпованных импульсов она собственно была создана придумана в ответ на парадокс что мы хотим создать что-то такое от чего вещество мгновенно превращается в плазму усиливая это в веществе для того чтобы это получить вот для того чтобы это как бы парадокс разрешить была придумана концепция усиления растянутых импульсов растянем в 10 тысяч раз усилим и потом сожмем вы скажете ага так здесь тонкий момент как вы будете сжимать вы же когда сжимаете это же не в вакууме делается а в веществе да это как раз вот то технологическое ограничение которое сейчас по виду определяет порог это элемент на котором происходит сжатие назад усиленных импульсов сжатие производится на оптическом компрессоре оптический компрессор это забавно это система которая состоит из четырех дефракционных решеток почему ну я когда говорил о растягивании сжатия и о том что разные частоты света разной длины волны проходят разные пути в этой системе то сразу же понятно что такими системами которые могут это делать являются системами в которых разноцвет синие и красные мы назовем это длинноволновые кортолоны синие и красные компоненты распространяются по разным путям представьте себе что у вас есть дифракционная решетка и на нее падает белый свет есть красный и синий мы знаем что дифракционная решетка раскладывает спектр красный и синий идут по другим путям по разным путям дальше делается простая операция одна решетка которая раскладывает спектр вторая решетка с таким числом штрихов, которая из этого пучка, такого красно-синего, делает красный-синий пучок, но где красные и синие идут параллельно друг другу. После этого ставится зеркало, где это все возвращается назад, и вы получаете систему, в которой есть две или четыре дифференционных решетки, две плюс зеркало, четыре дифференционных решетки, в которых красные и синие лучи начертили разную длину. Это и есть система, которая в зависимости от частоты имеет разное время распространения через нее. Это и есть то, что надо. Таким образом встает вопрос последнего удара по дифференционную решетку. Вот последний удар по дифференционную решетку, когда импульс возвращается назад, становится коротким фемтосекундным, и он должен держать вот эту интенсивность, это есть технологическое ограничение. На наше счастье, вместо того, чтобы, как вот в этих средах с усилением, излучение распространялось через среду, долго распространялось, сантиметры, десятки сантиметров в этой активной среде, при взаимодействии с решеткой излучение распространяется во внутренней решетке только на несколько длин волн. Потому что это, ну так сказать, решетка, ну если она золотом покрыта, там вообще чуть-чуть в нее залезает, есть эта многослойная решетка, как в зеркале интерференционном, ну на одну длину волны. То есть там нет вот этой большой трассы распространения, там не накапливается нелинейный эффект. Первое. Второе. Решетки можно делать очень большими. И фрукционная решетка, максимальный размер имеющий сейчас, это полтора метра длина. То есть у вас есть запас, что вот те супер мощности, которые вы получаете, суперинкенсивности, вы будете получать в чистом вакууме, взяв последний удар в большую рефракционную решетку и потом сфокусировав это излучение. То есть вы пространственный фактор еще используете для того, чтобы сжать. Значит вот в этой вот конфигурации, в этой конфигурации технологические возможности на сегодняшний день позволяют, ну вот эти, когда мы оправдывали 15 петалат в одном канале, значит это вот где-то на уровне 20-30 петалат, а современные дифракционные решетки и современные поверхности, ну самого высокого качества терпят. Поэтому парадокс решается таким образом. Вот те проблемы со стойкостью, они переводятся в вопрос о стойкости одного единственного элемента, дифракционные решетки, на которых происходит сжатие этого импульса и эти решетки делаются высокопрочными, это целая такая индустрия, целый хай-тек, как это сделать и дальше фуксировку в вакууме. А ограничение совершенно правильный вопрос, это вот этот технологический элемент, это дифракционные решетки. Спасибо за внимание.